На первый взгляд мы видим две модели телефона, визуально отличаются только по цвету, но это мы учитывать не будем. Мы рассмотрим другие вещи, которые есть в отличиях. Напомню вам, что самое основное отличие это то, что оригинальный 6 Plus стоит примерно 50 тысяч рублей, а копия 8 тысяч рублей. Значит, на первый взгляд, что мы видим, что яблоко, значок справа на телефоне немножко больше, чем значок яблока слева. Больше отличий таких визуальных практически нет. Теперь рассмотрим немножко поближе эти два телефона. На примере видеокамер. Значит, здесь мы видим отличие от светодиодной вспышки. У телефона сверху она однородная и белого цвета. У телефона снизу она имеет желтый и оранжевый цвета. Ну, что отличает ее от телефона сверху. Значит, по камере мы видим, что линза телефона сверху немного больше, нежели у телефона снизу. Так, дальше пойдем. Значит, кнопки включения и слот под сим-карту. Ну, тут отличий никаких нет. Полоски по ширине одинаковые. И разъем под наушники и под зарядку практически ничем не отличаются. Значит, кнопки громкости и блокировки звука визуально не отличаются. Значит, что еще можно проверить на данных моделях. Это шрифт гравировки на задней панели. И мы видим, что шрифт справа и надписи вообще отличаются от надписи слева на телефоне. Значит, если вы еще не догадались, где оригинал, а где копия, то можно проверить следующим способом. Мы постучим по телефону и послушаем их звук. Как они звучат. И слышим, что звук справа более глухой. А звук слева более громкий. И ощущение того, что в телефоне есть некие пустоты, которые придают такой звук. Все верно. Телефон слева – это у нас копия. Телефон справа – это у нас оригинал. Теперь мы попробуем запустить эти две модели и посмотреть скорость загрузки данных устройств. Отличие загрузки, там белое яблоко и черное яблоко, в принципе, никакой роли не играет. Потому что на копиях телефона 6+, встречается как белый экран, так и черный экран. Это все зависит от прошивки. От прошивки андроида, которая становится на копиях. Значит, мы видим, что оригинал у нас уже запустился. Может, там доли секунды кнопку включения я не одновременно нажал. Но не суть, это важно. Значит, посмотрим на нашу копию. Чем она отличается, чем нет. Значит, смотрим меню. Меню на этих телефонах визуально практически не отличается. Ну, очень сложно прям сходу сказать, что да, это копия, да, это оригинал. Ну, очень хорошо все сделано, скопировано. Значит, пройдемся по меню и посмотрим явные отличия какие-нибудь. И здесь мы видим, что меню набора номера у нас отличается шрифтом. То есть, на копии он больше, нежели в оригинале. Так, многие часто спрашивают, что работает ли Touch ID на копиях. Чтобы копии одной модели достигать до 5-6 штук. И непонятно, на какой копии работает Touch ID, а на какой нет. Для этого есть один способ это проверить. То есть, как работает Touch ID. То есть, мы не нажимаем на кнопку Home, а только всего лишь касаемся. То есть, вот мы коснулись два раза, и у нас меню уехало вниз. Это говорит о том, что кнопка Home работает как на нажатие, так и на прикосновение. Проверим данную функцию на нашей копии. В принципе, все то же самое. То есть, можно смело устанавливать пароль отпечатком пальцев. И пользоваться данной функцией этого телефона. Также, по меню настройкам пройдемся. Мне очень сложно держать такие большие телефоны в каждой руке. Поэтому я буду стараться это по мере своей возможности совмещать. Так, немножко неудобно. Так, и смотрим. Сейчас, секундочку. Смотрим меню. И здесь мы видим, ну, то есть, порядок, алиорежимы, Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь. Ну, первый блок меню похож, отличается только шрифтом написания. Значит, на копии он более крупный, более такой яркий, так скажем. В принципе, ну, перевод совпадает. Ну, вот мы видим, что слева обои и яркость. Справа у нас экран и яркость. Ну, и дальше. Как это все? Здесь Touch ID и пароль, а здесь Touch ID и паскод. Конфиденциальность, приватность. Ну, то есть, такие вот вещи, которые имеют отличия от оригинала Safari, Safari. Ну, то есть, здесь все нормально. Значит, зайдем в основные настройки. Здесь мы видим, что Siri у нас на английском написано. Здесь у нас Siri написано почему-то по-русски. Ну, не столь это важно. Так, посмотрим об устройстве. Об устройстве. Что мы здесь видим? Что емкость у нас здесь 32 гигабайта слева. И сколько здесь? 60 гигабайт справа. Так, по поводу закачивания приложений и всяких игр. Здесь у нас в App Store на оригинале это, естественно, App Store. А на копии это у нас Play Market, который пользуется, ну, все телефоны на Android. Значит, конечно, судить о том, что оригинал лучше, чем копия, ну, тут спору нету. Да, действительно, ну, телефон за 50 тысяч рублей, ну, должен быть лучше, чем телефон за 8 тысяч рублей. Но качество копирования очень хорошее. И поэтому мы обращаем на это внимание, потому что многих смущает операционная система iOS, потому что она, может, из новостей слышали, позволяет следить за пользователем телефона. То есть вы подвержены прослушке или проверке ваших данных с вашего устройства, что, может быть, не каждый бы этого и хотел. Но на Android такой возможности нету. И поэтому иметь, грубо говоря, iPhone на Android, это есть некий плюс в этом. Значит, сейчас мы посмотрим, как у нас идет написание сообщений. То есть, как у нас с русским алфавитом здесь. Мы видим, что, ну, в принципе, все буквы прописаны. И латинские буквы тоже имеются. Меню для встраивания с фотокамерой и всего прочего. Все это присутствует. Значит, сверим видеокамеры, как они у нас снимают. Для этого мы возьмем журнал. Просто самый обычный журнал. И просто посмотрим, как отличаются камеры на данных телефонах. Так, значит, запускаем камеру. И запускаем камеру. Ну и видим, что зум на копии слева у нас немножко больше, чем на оригинале справа. Ну, слева у нас более насыщенные, такие яркие прям цвета. Справа у нас более похоже на оригинальную картинку. Что тут говорить? Камера на копии отличная. Ну, то есть, спору нет. Просто разница в цене на оригинале и на копии, ну, просто колоссальная. Поэтому, ну, для телефона за 8000 рублей такая камера – это просто подарок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!